Очень многие люди при виде грозы испытывают страх даже при том, что смотрят на это явление из дома, а не на улице. Такой ужас перед величественным природным явлением живет в человечестве с начала времен. Неудивительно, ведь эта стихия причиняет большой ущерб, вызывает пожар и наводнение, выводит из строя электронную и электрическую аппаратуру. Нередко случаются и человеческие жертвы, и связаны они с неправильным поведением во время грозы. С вами в Техно-2 и сегодня мы приоткроем завесу тайны, поговорим с научной точки зрения о том, как это работает. Удивительно, но по количеству официально зарегистрированных смертельных случаев лишь последствия наводнений бывают более трагическими и приводят к большим человеческим жертвам. Раньше стихия причинила гораздо больший ущерб, вызывала пожары и даже наводнения. Сегодня, благодаря науке, ей удалось присмирить. Однако человеческие жертвы случаются до сих пор, которые связаны они с неправильным поведением во время грозы. В разных частях планеты грозы происходят с неодинаковой регулярностью. Так, над континентами они бушуют гораздо чаще, чем над океанами. Самым излюбленным местом действия гроз является Центральная Африка, а Арктику и Антарктику они практически не посещают. Гроза Природное явление, представляющее собой возникновение электрических разрядов между намагниченными кучево-дождевыми облаками и земной поверхностью. Стихия сопровождается ливнями, градом и порывистым ветром. Грозовой процесс происходит в облаке. Теплая воздушная масса, несущая с планетарной поверхности вверх водяной пар, в высоких атмосферных слоях охлаждается. Происходит конденсация. Пар превращается в капли воды, выпадающую на землю в виде осадков. Однозначно сказать, как происходят грозы, ученые не могут до сих пор. Существует теория электризации облака. В центральной части облака накапливается заряд, который стремительно поднимается с восходящим воздушным потоком. На высоте в облаке из-за низкой температуры образуются капли воды, частицы льда и градины. Водяные и ледяные формирования восходят с воздухом, а градины из-за большей тяжести устремляются вниз. Градины сталкиваются с частицами льда, отбирают у них электроны. В итоге верхняя половина облака, накапливающая лед, становится положительно заряженной, а нижняя, через которую проходят градины, отрицательна. Таким образом, причиной возникновения грозы является напряжение, сформированное между двумя полюсами облака. Заряженные частицы двигаются, образуя электрический ток. Движение тока наблюдается как между частями облака с разными зарядами, так и между облаком и земными объектами. То есть следует говорить об электрической природе грозы. Молния. Электрический искровой разряд в атмосфере планеты, происходящей во время грозы, проявляется яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом. Разряд молнии в большинстве случаев исходит из кучего дождевого, реже из слоисто-дождевого крупного облака. Возникновение этого явления природы отмечается в пределах тучи, между заряженными облаками, между облаком и земными объектами. Для напряжения молнии характерны невероятно высокие значения. Говоря, сколько вольт у молнии произносят страшное число – один миллион на метр длины. Когда в тучи при движении ледяных частиц и градин в противоположные стороны происходит столкновение зон с разным зарядом, в точках столкновения электроны и ионы формируют канал. По нему вниз идут заряженные частицы, образуя грозовой разряд. Именно он и называется молнией. В 1752 году известный американский ученый и политический деятель Бенджамин Франклин доказал, что молния является ничем иным, как электрической искрой. Сегодня сказать, из чего состоят разряды можно однозначно из электричества. При формировании одного канала выделяется количество энергии, достаточное для 90-дневной беспрерывной работы лампочки мощностью 100 ватт. Значение силы тока в разряде составляет от 10 до 100 тысяч ампер. Температура канала достигает 30 тысяч градусов по Цельсию. По определению молния – разряд между определенными объектами. Разряды по положению в пространстве и физике делятся на несколько видов. Такие же самые распространенные виды молний. Линейная молния – самая распространенная. Выглядит как повернутая короной вниз дерево. От главного канала отходят нити. Внутриоблачная молния – испускает радиоволны, вызывает изменения электрического и магнитного поля. Шаровая молния – выглядит как светящийся шарообразный объект, характеризующийся хаотичным движением, способным проникать в помещение, взрываться при столкновении с предметами. Вулканическая молния – ее природа связана не с атмосферным зарядом, а с образующимся при извержении вулкана. Разряды наблюдаются над раскаленным жерлом. К менее распространенным видам молний можно отнести спрайтовые, пунктирные, жемчужные и так далее. Также молнии различают по цвету. Красный цвет молнии – признак наличия в туче дождя. Голубой или бирюзовый – града. Желтый – полевых частиц. Белый цвет сигнализирует о сухости воздуха. Опасны молнии такого типа тем, что могут спровоцировать пожар. Если для большинства населения планеты молнии относительно нечастое, а то и вовсе редкое явление, то для людей, живущих близ озера Маракайба, Венесуэла и в окрестных районах ситуация в корне иная. Вспышки молнии, озаряющие небо – здесь такая же будничная вещь, как для нас звезды или луна. На грозовые разряды уже давно никто не обращает внимания. Привыкли. В районе, где в озеро Маракайба впадает река Кататумба, молнии сверкают в среднем около полутора миллионов раз в год. Фейерверки нередко продолжаются до десяти часов в день, причем не только в непогоду, которая здесь дает о себе знать почти половину дней в году, но и при обычных условиях. И не только ночью, но и днем. Гром. Звуковое сопровождение молнии в атмосфере. Происхождение этого явления связано с температурными изменениями воздушного пространства. При разряде воздушная масса нагревается так сильно, что взрывается с мощным звуком. Громкость грома может достигать 120 дБ. Через несколько мгновений после разряда давление в канале запредельно повышается. Воздушная масса накаляется до нескольких десятков градусов. Канал, несущий электрический заряд, устремляется к земле. Навстречу с земной поверхности исходит искра. Заряды соединяются, к туче устремляется ток. При движении тока температура в канале превышает 250 тысяч градусов. От такой невероятной температуры воздушные молекулы с огромной скоростью разлетаются, образуя сверхзвуковую волну. Итог процесса — взрыв воздуха. Когда гром и молния недалеко, то слышится один раскат. Если гроза бушует на значительном расстоянии, то доносится несколько раскатов. Это эхо, отраженное от неровностей земной поверхности. В чем разница между грозой и молнией с точки зрения опасности, которую они несут? Здесь стоит заметить, что молния страшна непосредственно мощностью своего разряда. Она бывает причиной возгорания важных объектов. А главное — молния угрожает жизни человека. Гроза, в свою очередь, еще опаснее, ведь у оружия может стать не только молния, но и ветер, обрывающий провода, и град, уничтожающий урожай на полях. По некоторым данным, в России молнии ежегодно убивают около 550 человек. Во всем мире — около 3000. Однако следует отмерить, что лишь от 10 до 25% людей, переживших удар молнии, погибает. Как правило, причина смерти — остановка сердца. Что же делать во время грозы? Главным методом, как избежать ударов молнии, является установка громаотводов. Однако эти конструкции не дают стопроцентной защиты. Из 10 разрядов 3 не попадают в ловушку. Существуют определенные правила поведения при грозе, чтобы не стать ее жертвой. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя? Уйти с открытого пространства, ведь главная цель молнии — возвышающиеся над землей объекты. Уйти от высоких объектов и линий электропередачи. Освободить тело от металлических изделий. Исключить контакт с водными источниками. Вода — отличный проводник тока. Закрыть окна и двери. Находиться в доме до часа после завершения стихии. Гроза Гроза — привычное, но непредсказуемое и опасное явление. Частота ее повторяемости в теплый период с каждым годом возрастает, что связано с глобальными климатическими преобразованиями. Синоптики по довольно четким атмосферным признакам определяют наступление грозы. Но вычислить, куда ударят молнии, невозможно. Поэтому ежегодно в новостях доводится слышать о жертвах стихии. А с вами был ВТЕХНО2. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и помогите нам, если есть такая возможность. Увидимся, надеюсь, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры сделал DimaTorzok